Алло. Привет. Да, Кирилл, привет. Поздравляю тебя с третьим местом. Хороший доезд, хоть и не браслет. Да, спасибо, спасибо. Я, в общем, доволен результатом, по факту. То есть, как бы, нет никаких сожалений, ничего такого. Ну, нет, так нет. Результат очень хороший. Как был состав в этом турнире? Расскажим немножко о нем. Считалось вроде трехтысячное. Это такой более-менее солидный боин. Десятка, конечно, но не так многие любители садятся. Они все-таки полторы предпочитают. Слушай, ну, с одной стороны, с одной стороны, это ты, как бы, тысяча человек участвовала. С другой стороны, ну, и как бы на начальном этапе какие-то вот слабые игроки были, но в целом состав был довольно звездный. То есть, как бы, у меня почти все... Ну, чтобы ты понимал, вот, как бы, в первый день, первый день, первый стол, за который я пришел и сел, это состав был такой. Значит, сидел Нача Барбера, Фабрис Сулье, Нонанока, я, этот, как его, Ансгар 2000, Джузеппе Панталео и какой-то паренек. Вот такой у меня был первый стол, за которым я сидел. То есть, состав, вроде как, были слабые игроки, но в целом, очень многие реги стремятся играть 6-максы, соответственно, в 6-максе по 3000. Плюс 3000 все-таки такой боин, который уже отсеивает многих любителей. И состав был довольно сложный. А ну, а концовки так вообще были довольно плотные. То есть, как бы, были, конечно, и в концовку пролезло несколько слабых игроков, но в целом, даже если вот посмотреть чип-каунт последних, по-моему, топ-50, да, когда мы в третий день пришли, 35 человек. Так вот, в чип-каунте топ-35, да, это третий день этого турнира, было огромное количество известных профессионалов. То есть, как бы, был Тейлор Пауэр, был Тимоти Адамс, Масим Чаранья, еще ряд, как бы... Чидвик там был, наших достаточно много. Чидвик, как бы... Ну и в целом, состав там, я, Гарик, состав был довольно сложный. То есть, не было таких вот, знаешь, приходишь за стол и видишь, что, как бы, там, половина ничего не понимает. Нет, такого не было. Все, как бы, еги, кто-то там, и кэшевик, кто-то там, и СНГшник, я не знаю. А, ну вот, кстати, чип-лидером был вот этот Лес, как-то его там, я не помню. Джейсон Лес, да? Один из тех, кто играл, вот, четыре человека, которые играли против вот этого вот бота. То есть, как бы, топовый СНГ, топовый хедзаппер. Ну и, соответственно, как бы, составы за каждыми столами были довольно сложные. И в целом, турнир, за счет того, что, во-первых, он 6 макс, он сложный, потому что, как бы, много тяжелых решений, постоянно динамика. Больше возни там, да. Да, то есть, как бы, такой, непростой турнир, скажем, по-моему. Скажи мне, ты, вроде бы, не собирался играть в СОП в таких объемах, в которых играешь его сейчас, что-то изменилось? Замазка двигатель прогресса. Да нет, на самом деле, я приехал просто, как бы, я собирался кэш играть, но кэш был или дешевый, который мне неинтересен. Ну, во-первых, я собирался играть кэш лимитные игры, а не Амаху или НЛ, просто потому, что мне Амаха или НЛ неинтересно. По лимитным играм кэш был или дешевый, 20-40, который играть не очень интересно, или дорогой, сразу там 200-400, к примеру. Знаешь, нету прослойки медленно. И там еще такой набор игр, ну, штук 15 игр, части из которых у меня нету наигрыша, и садиться в такую дорогую игру без наигрыша в определенные игры, ну, это бое. Ну, и, честно говоря, когда такое количество игр, то там, среди них, значит, очень много вот этих вот игр с обменом типа Badassia, Badassia, и там очень долго идут раздачи, просто невероятно медленная игра. Поэтому, в целом, как бы, идею с кэшем я отмел в итоге. Китайский я тоже поиграл, понял, что делать там нечего, все играют более-менее прилично, как бы, надо именно сидеть, выжидать, ждать слабых игроков. Перевес все равно не очень большой, поэтому я в большинстве своем просто понял, что кэш не вариант. Можно, конечно, играть было сателлиты, но, как бы, знаешь, это такой заменитель. Я все-таки на ВСОП приехал, вот, в конце концов, и хочется прикоснуться к мечте, там, как бы, ВСОП какой-то, ну, браслетик выиграть. Ну, и третий фактор, как бы, я здесь встретил уже несколько контактов, мне дали по налоговых консультантов. И я, пообщавшись с ними, понял, что в целом, можно, как бы, по итогам года, если собирать, там, все квиточки, билетики, там, расходы свои считать и так далее, можно определенную часть налогов вернуть. И, соответственно, как бы, ну, вся эта затея с игрой на ВСОПе уже не кажется такой уж ужасной. То есть, из плюсов будут вычитаться боины, расходы, да? Да, да, да. Причем там, там такая система, что, как я понял, что вплоть до того, что ты, допустим, на 100 тысяч доехал в турнии, а загрузил, допустим, воинов на 110 тысяч, ты вот все эти 110 тысяч приносишь, и тебе не, ну, не так, а загрузился, допустим, на 40 тысяч. Да. У тебя 30 тысяч налогов взяли, ты приносишь своих расходов на 40 тысяч турнирных, которые ты внес, и тебя не с профита отнимают, а вот прямо вот с этих 30. То есть, ты, как бы, ну, задача набрать этих квиточков, на самом деле, несложная. Поэтому я принял решение играть побольше. Плюс, ну, я как бы решил, что я, так как доли никакие не продавал, я буду играть только турниры, где высокое ожидание, где я считаю, у меня высокий рой, там, полторашки, тысячники. Вот, Таёшка, это было, на самом деле, я сыграл всего три, две, два турнира по три тысячи. В обоих попал в призы, Таёшка Хорс и Таёшка 6 Макс. Вот. Плюс еще там по налогам такая ссылочка, что если профит в турнире меньше пяти тысяч, то есть Баин плюс пять тысяч, вот если твой приз меньше, там, условно. То есть, с Минкэши они не отнимают, получается, да? Да, они не отнимают тоже налоги. То есть, получилось, я вот пять раз доехал, три раза у меня вообще налоги не брали, вот за одиннадцатой вразе возьмут налог, и здесь возьмут налог. Значит, пять раз ты в деньгах, а сколько ты турниров сыграл? Ну, я вот недавно считал свои квиточки, у меня, по-моему, 17 или 18 квиточков, но там один сателлит на 50 тысяч, на, как бы, на 50 игр. Ну, на чемпионшип по 50 тысяч, вот, а остальное, да, браслетные турниры, ну, вот. Результатом ты в целом доволен сейчас, как все проходит? Не, ну, естественно, но поездка уже определенно в плюс, причем в хорошее. Ну, и, как бы, ничего себе, первый в СОП, пять в кэше, и одна финалка, одна предфиналка, одиннадцатое место, как бы, результат более чем. И еще ты научился трехочковые бросать, говорят, тут соседин твой. Ну, в общем, как бы, бросать научился, но попадаю не всегда, скажем так. А в футбол ты играешь, ты в сборную проходишь? Ну, да, играю и вроде как прохожу, как мне сказали. Вот, Энджер говорит, что прохожу. А, Андрей, если рядом, может, он скажет, определился уже состав, или у вас еще не было такой тренировки основополагающей? Ну, у нас одна тренировка была, она, я так понимаю, что по ее итогам какой-то примерно состав определился, но будет еще парочку тренировок. 29-го, по-моему, следующая. Понятно. Ну, что, какие твои следующие планы на ВСОПе еще остались? Высокоплюсовые турниры, кроме мейна. Ну, как бы. Ну, вот, чтобы ты оценил степень замазки, завтра, как бы, полторы тысячи турнир в 12 часов, а, по тысяче, в 12 часов я поеду. Ну, правильно, почему нет, это же турбик. Ну, он не турбик, но, как бы, ну, в любом случае, я буду, я буду играть все турниры по холдому, которые по тысяче, по полторы, я точно сыграю мейн по 10, я, наверное, сыграю Винишен по 5, если вылечу из мейна. И, может быть, еще, знаешь, что-нибудь из мелких вот, в других казино, может быть, какой-нибудь миллионник Винишене сыграю, а, может быть, в Аи вот этот вот 2 миллиона, в ПТ-500, не знаю, что-нибудь поиграю. Ну, то есть, я планирую играть, как и до этого, просто каждый день турнир. Да, в общем, оффлайн-рек добрался до Лас-Вегаса, теперь его уже не остановить. Ну, и, так, слушай, как бы, сейчас даже была отрицательная замазка, вот, до этого турнира, там, уже такая, небольшой минус начинал катать, а сейчас положительная замазка, как бы, все хорошо, все нормально, уже, как бы, доехали, хочется еще, еще, еще где-нибудь дойти еще где-нибудь нажить. Понятно, ну, будем надеяться, что дадут. Спасибо. Да не за что, все, давай, пока. Счастливо.